Я не один только отвечаю на вопросы, я признаюсь, потому что работа с сетями, конечно, и с интернетом, это 24 часа на 7, пишут и в час ночи, и в 4, и в 6 утра, поэтому максимально подключаются все сотрудники, все видят общение с жителями, сотрудники администрации подключаются, они могут не отвечать на вопросы, но решать те проблемы, которые озвучивают. Мы перед собой поставили задачу максимально открытым, сделать нашу работу с населением, с бизнесом, со всеми организациями, поэтому при переходе на одноуровневую систему, это как раз было главной задачей, чтобы донести именно переход на одноуровневую систему, что это будет для людей, какие будут нюансы, и поэтому было бы принято решение уйти максимально в социальные сети, ну и этому еще, конечно, поспособствовало и ковидные ограничения, то есть мы не могли собирать людей, вести личный прием к гражданам, и сегодня как раз онлайн-общение с населением, это такая, знаете, открытая онлайн-приемная, в которую может обратиться любой житель со своими вопросами, и мы максимально быстро и оперативно должны решить те проблемы, которые нам озвучивают. Мы максимально себя позиционируем как открытый орган власти, ну который старается решать проблемы, и вот тем самым мы формируем, ну может быть это и звучит пафосно, гражданское общество, чтобы люди понимали, чем занимается власть, потому что представьте, этажа сельской администрации, плюс еще два этажа районной администрации, чем-то люди занимаются, люди проходят и говорят, вот тут столько народу сидит, что это делают? Вот мы не пиарим себя, а мы говорим о тех проблемах и о тех направлениях работы, которые проходят в органах местного сооружения, ну в нашем Заветском муниципальном округе. Эта открытость помогает нам понять, что, во-первых, интересует людей, и второе, ну где-то скорректировать свои планы, потому что очень много критики, мы воспринимаем адекватно, то есть не везде получается решить те насущие проблемы, которые волнуют многих, но стараемся планомерно, системно как-то к этому подходить. Поэтому люди понимают, что они в диалоге, что мы не просто купируем проблемы информационные, но мы их еще и решаем. И когда население будет максимально вовлечено и в принятие бюджета, и в принятие программ развития территории, и в том числе в маленьких таких направлениях, ремонт дорог, уличного освещения, когда население поймет, что они имеют свой голос и могут повлиять на те или иные решения проблем, ну тогда мы сформулируем гражданское общество. Пока сейчас у нас получается, что говорят люди о том, что вот вы должны, вы там, пожалуйста, решайте за нас эти проблемы. Вот когда они начинают включаться в диалог, ну это помогает нам, во-первых, донести план наших действий, а во-вторых, спросить, а правильно мы делаем, как скорректировать пути развития территории, пути развития каждого населенного пункта. Где грань слияния публичности и блогерства? Это сложный ответ. Вот, например, если я блогеров не считаю, то есть мы все-таки, блогерство, это, на мой взгляд, все-таки главный критерий – заработать деньги. Наша задача – это мы себя позиционируем как источник информации, и это информация, которая официальная, которая идет от официального канала, от официального аккаунта, и у нас нет задачи там заработать какие-то лайки, финансовые кэши и так далее. То есть наша задача – донести правдивую информацию и получить оперативную обратную связь. Этот год был объявлен годом открытости различных ведомств и структур, но большинство из них все-таки остаются закрытыми, но это факт. Как вы думаете, почему все-таки сохраняется какой-то вакуум внутри? Может быть, мы что-то не знаем об их работе? Я не могу сказать за все ведомства. Вот, например, некоторые оценивают нашу открытость как пиар. Вот мы что-то пиаримся, но у нас нет такой задачи. Поэтому, может быть, кто-то не пытается перестроиться. Но еще раз говорю, человек, он с учетом сегодняшних реалий, он все равно информацию добудет и будет обращаться, если инстанция, которая не лишит его проблем, он будет обращаться в вышестоящие инстанции. Хотя у нас население адекватное, они понимают, через голову не надо прыгать, они идут по ступеням, как правильно это делается. И, на мой взгляд, все у нас в том или ином ракурсе открыты, но все зависит от взаимодействия. То есть что я подразумеваю? То есть если идет официальный запрос через письмо, все инстанции будут письменно также отвечать. А вот в интернет-пространстве, ну, еще, наверное, не все так открыты. Это разные причины. У каждого ведомства свои, на мой взгляд. Но мы к этому придем рано или поздно. Все будут открыты, все ведомства, все органы, и исполнительные власти, и, наверное, органы местного управления, они просто будут обязаны не просто ввести, наверное, аккаунт, а взаимодействовать с населением так, как это делают многие. На мой взгляд, открытость власти – это неизбежно. Тем более, сейчас вы знаете, это не просто какое-то веяние времени, это уже и необходимость. Поэтому, на мой взгляд, в социальные сети перейдут большие наши коллеги, потому что это на самом деле бесплатный источник, во-первых, который можно информацию донести до жителей, ну, а во-вторых, эта информация будет донесена в кратчайшее время и оперативно. Продолжение следует...